Темно, а мы работаем. В общем, попросили меня сделать образцы, как у нас происходит крепление к фундаменту. Какие ноги бывают, как крепится с отливом, без отлива, что такое уголок и что такое крепление поликарбоната к фундаменту. Какие виды фундамента бывают и так далее. Стандартный, просто начну. Это брус, делается по краю, прикручивается поликран. Сейчас дальше покажу. Бетон, например, отступается 2,5 сантиметра от края и делается такой отлив красивый. Это если заливают по нашим размерам фундамента. Сюда крепится стекло или поликран. Дальше, кто хочет выдумывать, если хочет по краю, чтобы шел поликарбонат, но был отливчик, чтобы брус не затекал и так далее, то можно поставить такой уголок 50 на 50 или же такой же с отливом. На выбор, без разницы. Сейчас буду обшивать поликарбонатом все эти конструкции. Монтаж поликарбонов. Не забываем смотреть. Видите, я пленку снял с двух сторон. С одной стороны прозрачная, с другой стороны с названием компании, где написано как монтировать, что и так далее. Обязательно крестик, видите, нарисовал здесь маркером. Это к солнцу значит. Если вы перепутаете, вам его не хватит даже на год. Сейчас я наклею по низу. И надену торцовый. Первый образец у нас готов. Это образец тем, кто хочет, чтобы было с отливом. Здесь я поставил обычный полтинник. Уголок 50 на 50 с подъемом, но без подоконного типа. Крепеж у нас происходит мощными, мощными. Вот такими называются глухари. 6 на 80 на мертво. Если бетон, то анкер. 8 на 100. Шайба пленовой. Бедите внимание. Это значит шайба через отлив. Чтобы 10 отверстий не делать. Здесь выше также идут и там уже сверлите. В основной массе, а не отверстия просверлены у нас. Все. Перфолента, торцевой профиль готово. Первый образец. Сверху не закрываем, чтобы поликармат дышал. Здесь перелив и он свободно дышит. Идем дальше. Следующие образцы. Внимание. Сейчас видите сколько стружки. Стружку открутил и убрал. Здесь заранее просверлил. Так вот. Монтажники как делают? Они бывает откручивают. То есть приходится откручивать, обратно закручивать и выбирать стружку. Других вариантов. Если у вас между поликарматом попадет стружка, считайте это будет сразу же очаг коррозии, который будет разъедать поликарбонат и трубу. Поэтому, если вы это увидели, открутите в двух местах крепления и просто скиньте и уберите. Потому что и не монтажники, и вы сами при монтаже можете этого не заметить. Ничего страшного. Убрали, оно чуть пошло. Рыжий, как называемый. Убрали и все. Дальше ничего у вас не будет. Не будет у вас красота такая. Подведем итоги. При установке на ленточный бетонный фундамент по нашим размерам всегда берется ширина ленты 150-200 миллиметров. Отступ от края 2,5 сантиметра. Для чего? Чтобы вот этот отливчик подоконного у тебя выступал. Вдруг вы что-то заходите. Чтобы он выступал от фундамента. И вдруг у вас где-то фундамент, что-то там криво-косо. Чтобы диагонали сошлись. Можно было поиграть в конструкции на фундаменте. Стандартный идет комплект крепления. Вот такой. То есть конструкция делается вровень с брусом арки. И поликарван крепится к аркам шайбы и крест. А внизу с перфолента через торцевой профиль. Саморезами по дереву. Все. Ничего сложного нет. То есть вода стекает и уходит за брус. Но если кому-то что-то надо, там замудренное, можно сделать и такой отлив по краю. И такой. Вот он пример, грубо говоря, как его можно поставить по краю. То есть вы делаете по брусу фундамент по краю и делаете такой. Но можете отпустить, потому что, например, в зависимости от конструкции. Например, вот это вот у нас арочная просто 20 на 20. Здесь у нас получается 60-80 нога. 80. В основном вся она идет 80. Но на легендах уже идет она 100. Видите, вровень. То есть 100 миллиметров. Но можно даже, если ее запустить внутрь, ничего страшного. Будет внутри висеть нога. Красиво очень. Поэтому можно сделать вот так, не мучиться. И сделать отлив, который не хочет, чтобы на брус у него влага попадало. Чтобы вода уходила за брус. Ну вот вроде бы все рассказал о трех моментах. В таком длинном-длинном фильме. Ничего сложного. Надо делать все красиво и аккуратно. И все четко.